Лизистрата Участвуют Лизистрата, Мирина, старая женщина, молодая женщина, первая женщина, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, а также седьмая женщина, первая гетера, вторая гетера, кинессий, предводитель, первый офицер. Второй офицер. Голубой. Женский хор. Мужской хор. Действие первое. Картина первая. На площади у городской крепости волнуется женская толпа. На некотором возвышении Лизистрата. Лизистрата. Прошу прощения, милые товарки, но если бы не крайняя нужда от ваших стирки, глажки, дойки, варки, я вас не отвлекла бы никогда. Чтобы положить конец мужским раздорам и прекратить в стране мужской террор, сегодняшний наш форум должен хором им вынести суровый приговор. Первая женщина. Но кто мы есть? И что для них мы значим? И вправиль мы советуем давать? Мы просим, отговариваем, плачем, а им на наши просьбы наплевать. Вторая женщина. Четвертая. Ох, не женский это труд. Старая женщина. Ах, милые товарки, вы не правы. Хочу добавить реплику еще. Важны, конечно, бабам и забавы, но нужны им и твердое плечо. Молодая женщина. Не оттого ли, милая подруга, ты так об этом судишь горячо, что с возрастом у твоего супруга из твердого осталось лишь плечо. Твой муж давно мне не дает покою. Приходит и бесстыдно пристает. И соловья в штанах бодрит рукою, а соловья хрип и не поет. Старая женщина. Да на тебя бесстыжая корова. Мужчинам и вскарабкаться-то лень. Не то уже давно бы, право слово, твой муж ходил рогатый, как олень. Старая и молодая сцепляются в драке. Их осаживает голос Лизи Страт. Эй, доблестные дочери Эллады! Кругом горит родимая земля, а вы и в том не видите преграды, чтобы всласть подраться из-за кобеля? Пятая женщина. Мы, женщины, мужской любви в излишки и в мирные не знали времена. А нынче не осталось и мальчишки, кого б не забрала к себе война. Шестая. Ну как мы можем этим быть довольны? Едва вздохнули, вновь кричат. Беда! Все время только войны, войны, войны. А жить? А жить-то, бабоньки, когда? Седьмая. Ну как в Элладе мир мы обеспечим? Мужчины не воспримут нас всерьез. Гасить пожар войны нам будет нечем, за исключением разве наших слез. Лизи Страта. Нет, мы свое с лихвою отрыдали. Для слез не будет более причин. Мы так изменим мир, чтобы слезы стали уделом исключительно мужчин. Ведь всюду стоит только обернуться. Один пришел без рук, другой без ног, а третий мог и вовсе не вернуться. Но все-таки вернулся. Зевс помог. А тот, похоже, в голову контужен. Придурки нынче тоже не в цене. Такой он и чужой жене не нужен, не говоря о собственной жене. Я представляю ваш кромешный ужас, а также выражение ваших лиц, когда в бою изрядно поднатужась, ваш муж домой вернется без яиц. Не выгонять же этого дебила. Придется продолжать его любить. Он будет делать вид, что так и было. Вы делать вид, что так должно и быть. Молодая женщина. Кошмар. Вы только вдумайтесь, девчонки. Без рук, без ног, еще туда-сюда. Но если муж вернулся без мошонки, то это настоящая беда. Первая женщина. Но это же не честно, Лизистрата. И слишком уж безжалостно к тому ж. Придет Кастрат, я встречу и Кастрата. Какой он там не есть, а все же муж Лизистрата. Чем ждать такого страшного подарка и у пустой надежды жить в плену? Не лучше, любезная товарка, остановить проклятую войну. Вторая женщина. Не верю я, что все так обернется. Я знаю, я ручаюсь головой. Мой милый обязательно вернется. С руками и с ногами. И живой, Лизистрата. А если не вернется? Так бывает. Удар мечом и рухнул твой герой. Ведь на войне, бывает, убивают. И чаще, чем мы думаем порой. Пойми меня, любезная подруга. Про то сегодня и веду я речь, Чтоб твоего любимого супруга, да и других, от смерти уберечь. Ропот недовольной толпы. Третья женщина. Все это только слов пустая трата. Дурное горлопанство. Бабий крик. Женский хор. Зачем ты собрала нас, Лизистрата? Не точен и не внятен твой язык. Лизистрата. Чтоб наш характер испытать на крепость. И всем мужским интригам вопреки, Давайте в городскую влезем крепость, И двери все защелкнем на замки. Возьмем туда с собой питье и пищу, И сделаем надежным наш редут. И пусть по всей стране мужья нас ищут. Мужской хор. Найдут. Лизистрата. Найдут. А в крепость не войдут. Мирина. Рискну предположить одну нелепость. А если всем стараниям вопреки, Мужчины вдруг проникнут в эту крепость? Ведь как не кинь, а все же мужики? Чем дело обернется в результате? Вдруг чей-то муж, уставший воевать, Узрит жену и вздумает, не кстати, Немедля уложить ее в кровать? Лизистрата. Нельзя ему дерзить. Напротив, надо подманивать, Манежить, волновать, Пронзать его насквозь стрелою взгляда, А как дойдет до дела, не давать. Мирина. А если он попробует без спросу Пристроиться к супруге между ног? Лизистрата. А ты должна принять такую позу, Чтобы он никак пристроиться не смог. Мирина. А если он пойдет на приступ силой, Сумеюль увернуться в торопях? Лизистрата. Ты ласково скажи, Не надо, милый, И врежь ему ногою прямо в пах. Мирина. А если он наляжет всею массой, Мужчина он тяжелый, Что тогда? Лизистрата. Придется дать, Но нехотя, С гримасой бессилия, Отвращения и стыда. Коль штурм сулит мгновенные услады, Мужик берет копье наперевес, Но если крепость требует осады, Он к ней теряет всякий интерес. Вначале он напорист, Наш вояка, Но слишком долгий штурм Ему во вред. Глядишь, Отбита первая атака, А на вторую сил уже и нет. Первая гитара. Эй, Лизистрата, Что за чертовщина? Не хочешь ли ты, Милая, Сказать, Что подойди ко мне любой мужчина, Я вынуждена буду отказать? Лизистрата. Беседуй с ним, И улыбайся, Мила, Но только не тащи к себе в кровать, Ведь мы же защищаем дело мира. Не следует об этом забывать. Вторая гитара. Все эти пацифистские химеры Касаются одних лишь только жен, А что до нас мы вольные гитары. Зачем же мы полезем на рожон? Первая женщина. Эй, женщины, Да вы в своем рассудке, Совсем уж потеряли стыд и честь. Не зря вас называют проститутки. И точно, Проститутки вы и есть. Первая гитара. Да, мы не вы, Мы из другого теста, Но вы должны нас тоже уважать. Тем более, что акцию протеста Мы все-таки решили поддержать. Вторая гитара. Пока мы тут болтаем, как сороки, Война-то продолжается, увы. Но мы бы уточнить хотели сроки. А сроки забастовки каковы? Лизистрата. Не знаю. Может, год, А может, сутки. Надеюсь, не до гробовой доски. Первая женщина. Смотри-ка, Проститутки, проститутки, А начинают думать по-людски. Лизистрата. Что ж, наши споры были не напрасны. Мужчинам мы придумали ответ. Давайте ж поклянемся. Все согласны? Других, надеюсь, предложений нет. Первая женщина. Пока мест муж купается в насилие. Вторая. Пока мест продолжает воевать. Женский хор. О чем бы нас мужья не попросили, Клянемся. Ничего им не давать. Третья женщина. Пока мест муж не думает о сыне. Четвертая. Пока мест на жену ему плевать. Женский хор. О чем бы нас мужья не попросили, Клянемся. Ничего им не давать. Пятая женщина. Попросит муж на завтрак колбасы ли? Шестая. Попросит ли улечься с ним в кровать? Женский хор. О чем бы нас мужья не попросили, Торжественно клянемся. Не давать. Мужской хор. Да, акцию задумали вы ловко, Но выполнить ее нелегкий труд. Мирина. А это третисортная массовка. Чего они там, собственно, орут? Дезистрата. Мужчины наше мнение презирают. Знать взгляд на жизнь у них совсем иной. Ну что же, пусть отныне выбирают Между войной и собственной женой. Побудем здесь и в скорости узнаем, Как наши поведут себя ослы. Веселые ли покажется война им, Когда у них взбунтуются тылы. Докажем нашим чертовым задирам Одну простую истину хотя бы. Мужчины хоть и правят этим миром, Но кое-что зависит и от баб. Картина вторая. Во дворе городской крепости Женщины уже наладили привычный быт. Кто-то варит в котле похлебку, Кто-то стирает в тазу белье, Кто-то развешивает белье для просушки. Вдалеке, в башне, на крепостной стене Лизистрата дает инструкции Женщине-караульному. Первая женщина, кивая на Лизистрату, Замужество пошло бы ей во благо, Найти ей мужа срочно надлежит. Вторая. Ведь до сих пор не замужем бедняга. От этого, как видно, и блажит. Третья. Будь у нее семья, Жила б как все мы. Муж на работе, Ты сиди и жди. Четвертая. Будь у нее семейные проблемы, Ее не потянуло бы в вожди. Пятая. Нет ничего страшней без мужней бабы. Кто попадет к ней в руки, Тот держись. Шестая. Свою-то жизнь устроила хотя бы, А ей подай общественную жизнь. Седьмая. Есть вроде и мордашка, и фигурка, И говорят приличное жилье. Первая. А только не нашлось в стране придурка, Который бы польстился на нее. Вторая. А мы? Какими ж дурами мы были, Когда так дружно согласились с ней? Третья. Нет, все-таки мужья нас мало били. А били бы, так были бы умней. Четвертая. Тупые вертихвостки, Горе всем нам. Мы каяться должны сто раз на дню, Что предпочли своим любимым семьям Пустую лизистраты болтовню. Пятая. Муж бил меня порою, Ну и что же? Бывает все меж близкими людьми, С похмелья даст разок другой по роже, Так не созлашь, Скорее от любви. Шестая. У моего такое ж было свойство. Все время бил, А как-то раз забыл. И у меня возникло беспокойство. Не врезал. Неужели разлюбил? Седьмая. А мой, хотя и пил вина по многу, А иногда и крепко запивал, Но все ж домой заветную дорогу И пьяный никогда не забывал. Первая. А мой, хотя частенько отлучался Куда-нибудь, ну скажем, на войну, Но всякий раз обратно возвращался, Чтобы обнять любимую жену. Вторая. А мой, когда терял к любви охоту И был пригоден только для бесед, Он звал соседа, И его работу заканчивал отзывчивый сосед. Третья. Не говори, любезная товарка, В своей семье и горе не беда, Конечно, и в семье бывало жарко, Но скучно не бывало никогда. Женский хор. Да мало мы мужей своих любили, Да мало мы ценили прежний быт. Четвертая женщина. За это нас, видать, мужья и били. Пятая. И правильно. А как же нас не бить? Старая женщина. Мне обойти бы тему осторожно, Да тем это уж больно горяча. Никак прожить нам, бабам, невозможно, Без твердого, надежного плеча. Молодая женщина. Мне помнится, на прошлой нашей встрече Ты втюхивала тот же манифест. Дались тебе, однако, эти плечи. Или у мужчины лучше нету мест. Старая женщина. Знать, у тебя зудит одно местечко. Тебя и раздражают все кругом. И правильно. Когда у сучки течка, Она не в силах думать о другом. Старая и молодая женщина Опять сцепляются в драки. Появляется Лизистрата. Шестая женщина. Скорее разними их, Лизистрата. Седьмая. У них опять военная страда. Лизистрата. Стыдитесь. Старой женщине. Ты для драки старовато. Молодой. А ты для драки слишком молода. Нам от войны нигде житья не стало. Хотели скрыться здесь. И вот тяна. Она нас даже в крепости достала. Липучка эта подлая. Война. В толпе женщин неожиданно начинается переполох. Шестая женщина, указывая на здание крепости. Смотрите. Кто-то там проворней белки на верхней метнулся этажи. Седьмая. Да чьи же это нахальные проделки. Голоса. Гляди, мужик, держи его, держи. Лизистрата. Чего вы раскричались беспричинно? Куда вы это кринулись, гурьбой? Первая женщина. Но там мужчина, Лизистрата. Это не мужчина. Вернее, мужчина только голубой. И хоть не схож он с нами нижней частью, его мы впустим в крепость, не чинясь. Ведь он подруга наша по несчастью. Он, проще говоря, одна из нас. Вторая женщина. Сей факт его неплохо аттестует. Но кто его в движение к нам втянул? Лизистрата. Шел мимо. Видит, женщины бастуют. Подумал. Посочувствовал. Примкнул. Для женских нужд пригоден он не очень. Но тем хорош он, что издалека, в большой туман, к тому же темной ночью, слегка напоминает мужика. Третья женщина. Представим, что мужчина он как будто... Четвертая. На истинную суть его плевать. Пятая. Он, видимость семейного уюта, хоть изредка нам будет создавать. Неожиданно Лизистрата замечает, как крепостным воротом крадется группка молодых женщин, пытающихся под шумок улизнуть из крепости. Лизистрата властно поднимает руку, гам стихает, и взгляды всех присутствующих обращаются к дезертирам. Лизистрата. Шестой женщине. Причиной, разумеется, мужчина. С чего ты вдруг решила удирать? Шестая. Да и я белье для стирки замочила, хотела на досуге постирать. Лизистрата седьмой женщине. И у тебя такая же причуда. И ты хотела выстирать белье. Седьмая. Осталась дома грязная посуда. И я помыть подумал ее. Лизистрата молодой женщине. И твой мотив, конечно, в том же духе. Ну и компашка, я вам доложу, молодая женщина, выставляя огромный живот. А я, мне срочно нужно к повитухе. Еще часок-другой, и я рожу. Лизистрата, разглядывая живот. Да ты и впрямь беременна, девчонка. С чего бы это? Странные дела. Сегодня ты на вид круглей бочонка. Вчера же тоньше веточки была, молодая женщина. Вчера во сне я встретилась с супругом. И он меня всю ночь, такой нахал, распахивал своим отменным плугом. И вот смотрите, выставляет живот, сколько напахал. Лизистрата, еще вчера клялась перед народом, а нынче удираешь, не простясь. Неожиданно изо всех сил бьет молодую женщину кулаком в живот. Слышится металлический звон, и с под одеждой молодой женщины с грохотом выпадает большой медный таз. О, поздравляю, милая, с приплодом. Ты родила отличный медный таз. В Элладе роды всякие случались. Но помнится, что в прошлые разы у женщин никогда не получались такие превосходные тазы. Ну что же, если ты не возражаешь, и если способ родов твой таков, то ты еще намного нарожаешь полезных для хозяйства пустяков. Молодая женщина, прости мне эту подлость, Лизистрата. Прости мне хитрость дерзкую мою. Но если в чем-то я и виновата, так в том, что я люблю свою семью. Лизистрата. Мне ли не понять, любезные подруги, Сколь в сущности нелепы и смешны Все наши неуклюжие потуги Плевками загасить костер войны. Вот если б и соседние державы Мужчин из дому выгнали бы вон, Они б нас этим очень поддержали И вовсе бы не стало в мире войны. Субтитры создавал DimaTorzok Действие второе, картина первая Ночь. Площадь перед крепостной стеной. У подножия стены, крадучись, появляется кинезий. Кинезий. Любимая, война неумолима, Но я пришел к тебе, оставив бой. Не мог я умереть, моя Мирина, Еще хоть раз не встретившись с тобой. На крепостной стене появляется Мирина. Мирина. Кинезий мой, о ты ли, мой любимый, А, впрочем, нет, молчи, И без того, одной лишь тоской моей глубинной, Узнала я супруга моего. Кинезий. В ночи ты для меня почти незрима, Твои лишь очертания мне видны, Приди ж в мои объятия, Мирина, Спустись сюда, к подножию стены. Мирина, в согласии с нашим внутренним уставом Мы лизистрату слушаться должны. Никто из нас не обладает правом На улицу спускаться со стены. Уж лучше сам ты прояви сноровку И собери селенок, сколько есть. Я со стены спущу тебе веревку, А ты сюда ко мне попробуй влезть, Кинезий. Мне ползать точно муха неохота. У города к тому же на виду. Открой-ка крепостные мне ворота, И я по-человечески войду. Мирина, открыть тебе ворота я могла бы, Да стражники подмогу позовут. А набегут взбесившиеся бабы, Они тебя на части разорвут. Кинезий, уже ли к мужу будешь недобратый, Он так устал и так изранен весь. Да плюнь ты на приказы, лизистраты. Спускайся вниз. Мирина, лови веревку. Лезь. Мирина сбрасывает вниз конец веревки. Разгрючившись, Кинезий и Мирина Не замечают, как начинают разговаривать все громче. Наконец на крепостной стене появляется разгневанная лизистрата. Лизистрата, скажи на милость, что тут происходит? Откуда среди ночи этот гам? Я слышу, там снаружи кто-то ходит. Причем мужчина, судя по шагам. Мирина, Кинезий мой вернулся из похода. Всего на час расстался он с войной. Столь краткая дана ему свобода, Чтобы он успел потешиться с женой. Не откажи нам в этом, лизистрата. Лизистрата, ты спятила? Забудь про эту блажь. Какой пример публичного разврата Ты нашим бедным скромницам подашь? Появляются другие обитательницы крепости С горящими факелами в руках. Они уютно располагаются по всей крепостной стене. Суровое такое заявление я сделала, Как видишь, неспроста, Указывает на женщин. Еще не объявили представление, А зрители уж заняли места, Замечает карабкающегося по стене Кинезия. А ну к порядку, юноша, к порядку. Ты влез уже почти на полстены. Теперь остановись. Люби вприглядку. Оттуда все подробности видны. Мирина, смягчить жестокость нашу не пора ли? Закон насчет любви уж больно рьян. Лизистрата. А от этого еще не умирали. Пусть сам себя обслужит. Павиан. Кинезий. Мирина, помоги мне хоть немножко. Пожалуйста, родная, будь добра. Ну покажи одну хотя бы ножку, Хотя бы грудь, хотя бы часть бедра. Женский хор. Давай, Мирина, сбрасывай одежду. Тут все равно не видно ни черта. Мужской хор. Не можешь дать, так дай хотя бы надежду, Что все его усилия нет счета. Мирина нехотя обнажается. Первая женщина. Кинезию. Ты паузой себе наносишь вред лишь. Желание превращается в недуг. Вторая. Трудись рукой, Кинезий. Что ты медлишь? Третья. Забыл, как это делается, друг? Мирина. Лизистрати. Избавь его от этого мучения. Он вынужден орудовать рукой. Лизистрата. Обычное мужское развлечение. Подумаешь? Особенный какой. Мирина. Поверь, Кинезий, я не виновата. Кинезий. Я знаю, ты страдаешь и сама. Всему виною стерва Лизистрата. Она всех наших жен свела с ума. Четвертая женщина. Ты лучше тереби свою пустышку, чем Лизистрату склочно обвинять. Пятая. Попробуй, что ли, сделать передышку. Шестая. Попробуй, что ли, руку поменять. Кинезий отвечает злобным рычанием. Первая женщина. Не очень-то внушительно в размере. Интимная игрушка у него. Вторая. Возможно. Но она, по крайней мере, побольше, чем у мужа твоего. Первая. Оставь свои намеки. Муж мой честен. Он всем для подражания пример. Откуда тебе может быть известен его игрушки подлинный размер? Третья. Указывает на Кинезия. Смотри, какой он страстный, сильный, ловкий. Увидел только краешек ноги, а уж пришел в экстаз. И на веревке взволнованные делает круги. Четвертая. Перед моим козлом сними хоть плавки, он все равно на чувство будет скуп. Лишь крикнет иногда. Еще добавки! Имеется в виду, конечно, суп. Молодая женщина Кинезию. Любить жену занятие пустое. Ты этим занимаешься не стой. Мое вот тоже гнездышко в простое. И я б тебя пустила на постой. Не хочешь ли проверить, как внутри там? Входишь. Запоров нету и щеколд. Я гнездышко свое держу открытым. Глядишь, и залетит какой щегол. Старая женщина. Платить такому надо идиоту, Который бы жену свою любя Вдруг в кой-то миг почувствовал охоту Публично взгромоздиться на тебя. Ну, полюбуйтесь вы на стерву эту. Будь поскромней, паршивая овца. Страшней тебя, девицы, в мире нету. Хоть спереди, хоть сзади, хоть с торца. Молодая женщина. Ну, до чего ж ты злобная особа. Что не скажу, ты сразу мне под дых. Тебе всего полмесяца до гроба, А ты все задираешь молодых. Старая женщина. Обращается ко всем. Пора кончать спектакль этот жуткий. Терпеть его не в силах больше взор. Ужель вам не вдомек, что ваши шутки Мужчину обрекают на позор? Вы из мужчины сделали уродца. Меж тем мужчину надо уважать. Вы спросите, а как же с ним бороться? Да как угодно, но не унижать. Лизистрата. Итак, спектакль окончен. Гром оваций. Оставим обсуждение про запас. Негоже в самом деле издеваться Над теми, кто и так слабее нас. Кинесси спрыгивает со стены. Мирина вновь надевает свою одежду. Женщины аплодируют. Кинесси порывается что-то сказать, Но Лизистрата не дает ему вымолвить ни слова. Твой монолог заранее нам ясен. Не ставь позор свой женщинам в вину. Лети, наш гордый сокол, восвояси На милую душе твоей войну. Кинесси, шатаясь от горя и стыда, уходит. Лизистрата смотрит ему вслед. Вот, женщины, наглядная картина, Которую я хотела показать, Насколько жалок может быть мужчина В своем природном виде, так сказать. Он важно надувал пред нами щеки. В нем были сила, твердость и покой. Но вдруг сошел с ума от женской щелки. От малой чепуховинки такой. Лизистрата поворачивается к женщинам. А вы чего расселись, будто квочки? Надеетесь, что он придет опять? Теперь после веселой этой ночки Вам надлежит как следует поспать. Женщины принимают эти слова как приказ И, недовольно ворча, расходятся. На крепостной стене остаются только Меррина и Лизистрата. Лизистрата. Ах, подлость в мужиках необорима! До гнездышек чужих мужчина слаб. Он вроде бы хотел тебя, Меррина. А сам все на других косился, баб. Меррина. Да, что и говорить. Мужчины слабы. Лизистрата. Но женщинам сдаваться не к лицу. Неужто же, Меррина, ты дала бы Такому беспринципному самцу? Меррина. Не знаю. На душе темно и тошно. Теперь попросит, если, так не дам. А вот кому уж я дала бы точно, Так это нашим бабам. По мордам. Картина вторая. Раннее утро. Площадь перед крепостной стеной. На площади появляется предводитель В сопровождении двух офицеров. Предводитель. Не здесь ли проживает Лизистрата, Известная теперь на всю страну, Что против брата нашего, солдата, Ведет непримиримую войну? На крепостной стене появляется Лизистрата. Предводитель. Ты Лизистрата? Лизистрата. Да. Привет, вояка. Так ты о чем тут давеча кричал? Предводитель. Какая ж ты красавица, однако. Я никого красивей не встречал. Лизистрата. Ну что ж, дружок, За комплимент спасибо. Хоть это и армейский комплимент. А рассуждать о том, как я красива, Не те ты выбрал место и момент. Предводитель. Согласен, Лизистрата. Сменим тему. Позволь тебя спросить, Какой кретин упрятал вас за крепостную стену И выдумал столь дикий карантин? Лизистрата. Должна предупредить тебя я сразу. Полегче, парень. Ты не на плацу. Еще одну такую скажешь фразу И тотчас же схлопочешь по лицу. Предводитель. Да, перебор. Прости меня за это. Я солдафон. Я дурень. Я нахал. Но маломальски внятного ответа Я все же от тебя не услыхал. Так чем же перед вами виноваты Пред женским населением страны Отважные честные солдаты? Эллады, благородные сыны. Лизистрата. Да, трудно в том не согласиться с вами, Что летописцы в хрониках войны Вас обозначат гордыми словами Эллады, благородные сыны. А вот мои ехидные подруги Готовы раззвонить во все концы, Что вы весьма бездарные супруги И крайне бесталанные отцы. Предводитель. Солдату и нужна-то только малость, Чтоб родственники были с ним милы, И чтоб солдату легче воевалось, Он должен быть спокоен за тылы. Первый офицер. Но нынче и в тылу нам нет покоя. Второй офицер. Куда нам притулиться? Как нам жить? Предводитель. Что требуется сделать нам такое, Чтоб вновь доверие ваше заслужить? На крепостной стене появляются другие женщины. Лизистрата. Мы, женщины, народ весьма упрямый. Чем говоришь доверие заслужить? А просто у стены вот этой самой Вели войскам оружие сложить. Первая женщина. Мы предлагаем вам сложить оружие И погасить военный жар в крови. Вторая. Тогда поговорим сперва о дружбе, А после, может быть, и о любви. Первый офицер. О чем сражаться будем мы с врагами? Второй. Или отчизна вам недорога? Лизистрата. Рогами драгоценные. Рогами. На что же мы подарили вам рога? Предводитель. Ах, вот как! О, несчастные солдаты, Отведавшие горюшко сполна, Они еще вдобавок и рогаты. Достойно ж наградила их страна. Третья женщина. Жена, а не страна, Не шей нам дело, Не путай нас в политику, дружок. Четвертая. Мужьям к лицу, Свидетельствую смело, Один другой на темечке рожок. Пятая. А обижаться глупо и не надо, Представь себе смятение врага, Коль на него попрет оленье стадо, Перед собою выставив рога. Шестая. Чего тут обижаться в самом деле, Когда мужья уходят воевать, Ведь должен же у женщины в постели Хоть кто-нибудь, Хоть изредка, Бывать. Седьмая. Ведь ваши жены, Как бы ни хотели, Не вспомня даже с горем пополам, Какими вы бываете в постели, И вообще, Бываете ли вы там? Предводитель. Обманутые воины. Мне жаль их. Одна надежда, Кончится война, И на родной истории скрижалях, Героев не сотрутся. Имена. Молодая женщина. Нас тоже, Занесите на скрижали, Мы патриотки этой же земли, Ведь как-никак мы вас вооружали, Рогами, правда, В общем, чем могли. Вторая женщина. И если дело кончится победой, Вы все же вспоминаете иногда, Что как-никак в победе трудной этой, Частица есть и нашего труда. Предводитель. Обманутых еще и унижаешь, На циников сегодня урожай, Ты мужа своего не уважаешь, Так честь семьи хотя бы уважай, А честь страны, А денежные траты, А воинская слава, наконец. И что, Из-за какой-то лизистраты И кучки глупых баб, Всему конец? Женский хор. Казарменный жаргон у нас не в моде, Еще одно поганое словцо, Мы хором надаем тебе по морде. Лизистрата. Точнее сказать, набьем тебе лицо. Предводитель. Офицерам. Чем больше в разговорах наших перца, Чем больше я бронюсь и ссорюсь с ней, Тем явственней я ощущаю сердце, И тем огонь любви моей сильней. Лизистрате. Пока вы тут беспечно верещали, Мужчина, он такой, мол, и сякой, Бесстыдницы, мы вас же защищали, Оберегая глупый ваш покой. Лизистрата. Постой. Ты что-то путаешь в запале. Известно ведь любому пацану. На вас не нападали, Вы напали. Вы первыми затеяли войну. Вы гражданам защиту обещали, А получился форменный скандал. Кого и от кого вы защищали, Когда на вас никто не нападал. Ах, сколько на земле людишек подлых. Такие уж настали времена. Вы подлость преподносите, Как подвиг. И просите за это ордена. Предводитель. Позвольте вам заметить, Сукаризный, И поскорее возьмите это в толк. Мы выполняем долг перед отчизной. Священный перед Родиною долг. Лизистрата. Перед Родиной, конечно, неудобно. Долги, конечно, надо отдавать. Но почему она в уплату долга Свостребует кого-то убивать? И коль у вас пред ней долги такие, Что даже жизнь в уплату их пустяк, То хочется спросить вас, дорогие, Зачем же вы одалживались так? Коль у Родина удар наносит сзади, Да так, что аж в глазах потом круги, То лучше, дорогие, не влезайте Вы к этой страшной Родине в долги. Ведь ваши сыновья поймут едва ли, Из-за каких возвышенных идей, Зачем и для чего вы воевали И сиротили собственных детей. Первый офицер. Твои слова кощунственны и глупы, Второй офицер. И больше половины их вранье. Предводитель. Выходит, зря сегодня наши трупы Клюет на поле брани в вранье. Лизистрата. Выходит, зря. Героев мы зароем, И перед ними головы склоним. А вот что с главным делать нам героем? Скажи, начальник, Что нам делать с ним? Что голову повесил, предводитель? Оплакиваешь воинскую честь? В одних глазах герой, в других вредитель. Так кто же ты в действительности есть? Предводитель в сторону. Бывало, недруг пер на нас стеною. Я вел себя, как воин и храбрец. А тут она одна передо мною. Без стрел и без меча. А мне конец. Лизистрате. Видать, я для тебя противник слабый. С тобой успорить мне не по плечу. Но падать на колени перед бабой Я все же не могу и не хочу. К этому времени на площади скапливается Изрядная мужская толпа, Но мужчины все прибывают и прибывают. Лизистрата. Ну что ж, не повезло на этот раз нам. И хоть с тобой схлестнулись мы всерьез, Наш спор, как оказалось, был напрасным. И нужных результатов не принес. Обращаясь ко всем, Две страсти мучат нас неистребимых, Которые нельзя свести в одну. Нам выпало любить своих любимых, Вам выпало любить свою войну. Мужчины, мы любили вас когда-то, Но женщины теперь вам не нужны. Воюйте ж на здоровьечко, ребята. Счастливой вам и радостной войны. Внезапно в толпе начинается волнение. Среди эллинских воинов появляется гонец Из неприятельского войска. Гонец. Эй! Главный позовите командира! Предводитель. Ну я, допустим, главный командир. Гонец. Командование наше просит мира. Вернее, не просит. Предлагает мир. Предводитель. Приятно слышать. Но желаем все мы узнать, Что за беда у вас тряслась. Сломались копья, Прохудились шлемы, Распалась войско, Поменялась власть. Гонец. Война еще, пожалуй, шла и шла бы, Быть может, до скончания веков, Но наши обезумевшие бабы Вдруг взбунтовались против мужиков. Предводитель. Но есть же вероятные причины Тому, что так разгневались они. Чем провинились бедные мужчины Пред женщинами? Толком объясни. Гонец. Грешно на полоумных обижаться. Безумье не поставишь им в вину. Орут. Не смейте даже приближаться, Пока мест не закончите войну. Предводитель в сторону лезистраты. Мысль свежая. И в целом неплохая. С ней может спорить разве что дебил. Ее и прежде, кажется, слыхал я. Вот только имя автора забыл. Гонцу. На женщин ваших ты, дружок, не сетуй. Война и вправду требует конца. Лезистрата. Вы вышли из войны, позорные этой, Не потеряв нисколечко лица. Что ж, раз судьба такое учудила, Скорей в объятии жен, сестер и мам, Предводитель. Солдаты, слушай голос командира. Войне конец. Ступайте по домам. Солдаты на площади великуют. Женщины в крепости тоже. Площадь перед крепостной стеной мгновенно пустеет. В центре ее остается лишь один предводитель. Лезистрата. Ну вот, теперь ты можешь быть доволен. Окончена война, и ты живой. Что скажешь напоследок, храбрый воин? Предводитель. Эй, Лезистрата, будь моей женой. Женщины на крепостной стене настороженно затихают. Лезистрата в замешательстве. Лезистрата, хоть мой житейский путь тяжел и труден, Мне все же рваться замуж нет причин. Я не из тех, надеюсь, страхолюден, Что жизнь проводят в поисках мужчин. Но, чтобы не омрачать такую встречу, Я дам тебе расплывчатый ответ. Я не отвечу «да», но я отвечу «а почему бы, собственно, и нет?» Женщины аплодируют. Старая женщина, предводителю. Твоя жена прекраснее Афродиты. Она и есть твой орден, командир. Женский хор. И пусть в большой войне не победил ты, Мужской хор. Но в этом поединке победил. Субтитры подогнал «Симон» Картина четвертая, она же эпилог. Первая ночь после войны. Дом Кинессия и Мирины. Кинессий и Мирина в постели. Кинессий. Приученный к насилию и крови, Я возвратился в мир забытых чувств. И прежний мир я постигаю вновь, И жить на свете заново учусь. Мне снился как-то ночью после боя, Войны такой примерно эпилог, Что я не звезды вижу над собою, А низкий наш домашний потолок. Мне снилось, что на нашем брачном ложе Живое невредимое я лежу, И ту, что всех на свете мне дороже, В своих объятиях пламенных держу. И снилось мне, что страсть моя бездонна, И неземною силою полна. Мирина, любимый, Все сбылось, ты снова дома, И я с тобой, и кончилась война. Но счастье не приходит без напасти, Ты видишь, я от страсти вся дрожу, Свидетельства твоей безумной страсти Я, честно говоря, не нахожу. Кенесси, в бою себя я чувствовал мужчиной, Хотя стоял у смерти на краю. Теперь же в мирной жизни благочинной Я право сам себя не узнаю. И как вы допустили это, боги, Чтобы в такой ответственный момент Мне отказал в поддержке и подмоге, Да то ли безотказный инструмент? Мирина, таков эффект должно быть жизнемерный, Мы заново друг друга узнаем, Не причитай, не надо, слышишь, милый, Ведь главное, что мы опять вдвоем. Кенесси, да будь ты мной, и ты бы причитала, Ведь мне еще пока не шестьдесят, Меж тем мои мужские претендалы Как стиранные тряпочки везят. Мирина, не стоит, милый, слишком огорчаться, Не повезло и ладно, и плевать, И прежде нам везло не так уж часто, Так что ж сейчас об этом горевать? Кенесси, любимая, ты мне необходима, Но для успеха мне еще нужны свист копий, Звон мечей и запах дыма, И прочие реалии войны. Хватает мне и пыла, и сноровки, И технику я дело не забыл, Но лишь в своей привычной обстановке Смогу я стать таким же, как и был. Ты погреми на кухне сковородкой, Как будто где-то рядом грянул бой, Дай лишь толчок, лишь импульс дай короткий, А дальше все пойдет само собой. Мирина послушно гремит сковородкой. В ту же секунду ночная тишина Взрывается диким звоном и грохотом. Изо всех городских окон Мирину поддерживают гремящие сковородки, Кастрюли, тазы. Кинесий напуган и растерян. Кинесий, вот этого нам только не хватало. Кто по ночам смущает наш покой? Мирина, а это жены нашего квартала. Ведь ты же не один у нас такой. Грохот понемногу затихает. Кинесий и Мирина Лежат, откинувшись на подушке, И безучастно глядят в потолок. Кинесий, прости. Но нет ни страсти, ни азарта, И окажется отвык от тишины. Мирина, неважно, милый. Спи. Продолжим завтра. О, боги! Только б не было войны. Комедию Леонида Филатова «Лизи Страта» Читал Владимир Качан под музыку Юрия Гарина. Комедия Филатова «Лизи Страта» Комедия Филатова «Лизи Страта» Продолжение следует...